Новая жизнь на новом месте. Семья Чумощенко приехала в Самару из Запорожья в марте прошлого года. О смене места жительства задумывались давно. Когда на родине начались боевые действия, выехали в Россию в течение суток. В Самаре семью встретили радушно. Сначала жили у родственников, сейчас нашли работу и рады, что вовремя приняли судьбоносное решение. Самара для меня большая семья. Я сразу могу сказать, очень хорошие, открытые люди, добрые люди. Низкий поклон всем людям в Самаре. Игромное спасибо нашей семье, дальним родственникам, которые не отказали, проявили такую щедрость души. Приняли на свою семью. Мы теперь граждане России. Всего на территорию области прибыло более 6 тысяч беженцев из Украины. Для них оперативно были открыты 19 пунктов временного размещения. Организован сбор гуманитарной помощи. Людям помогли оформить все необходимые документы и трудоустроиться. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан особенно отметил работу Министерства труда. В прошлом году его возглавлял Олег Фурсов, который сейчас является главой администрации Самары. Он, будучи министром труда, очень серьезно занимался этим вопросом. Я сказать ему в присутствии всех должен, что работу, которую он проводил, она приносила результат. И, как я уже отмечал, что в связи с тем, что мы не только размещали людей, но и оказывали всяческую другую помощь людям в самых различных направлениях, нас отмечали и ставили в пример другим субъектам нашего Приворско-федерального округа. Команда, которая сформирована Николай Микушкиным в области, она работает очень профессионально, очень системно, в интересах людей. В первые же дни был создан штаб. Это позволило нам буквально с первых дней вот этой трагедии, которая загралась на Украине, очень четко, профессионально, системно выполнять свои обязанности. Кроме беженцев из Украины, гражданами России хотят стать и жители других государств. С 2014 года в области действует государственная программа по переселению соотечественников. С начала ее реализации поступило более полутора тысяч заявлений от граждан Израиля, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Армении и Молдовы. Теперь получить гражданство они могут в упрощенном порядке в течение трех месяцев. Раньше на это требовалось от трех до восьми лет.